Всем привет, с вами Факот и я сразу хочу извиниться за долгое отсутствие, потому что не смог записывать для вас видео. Однако, ну как и обещал, сейчас я сделаю обзор по игре Алоды, хотя я не вижу в этом особого смысла, потому что огромное количество видео висит на ютубе и они будут более большими познавателями. Ну что ж, вкратце, просто рассказать эти минусы и плюсы. Я от этого проекта ничего, собственно, не ожидал и оказался прав, потому что здесь не могу сказать, что мне нравится все. Мне, можно сказать, даже обратно, мне практически ничего не нравится. Единственное, что здесь радует, это, конечно, хай-энд контент, потому что он здесь действительно, ну, может быть, интересный. Вы создаете персонажа любой расы, вам будет представлено большое количество рас и классов, но вы должны выбрать одну из двух сторон, империю или липу. Кто из них добро, кто из них зло, это смотря на с какой стороны смотреть, то есть вы сами решаете для себя. Вы выбираете класс, вот я выбрал класс перед своим отъездом, я его даже забыл брить, что ли, ну, фиг знает, кто это. Вот, значит, я его выбрал и смог пройти только обучение. Дальше обучения меня не хватило почему-то, не знаю почему, вот, я решил выйти. Но сейчас, наконец, собрался силами и решил продолжить свой обзор. Я уже прошел обучение, в обучении, собственно, вам все расскажут, как и что делать. Вы ознакомитесь немного с механикой, инвентарем и многими другими вещами, с картой, ну, и так далее. Что в игре, пожалуй, меня порадовало? Ну, несколько, пожалуй, вещей, которые действительно были интересны. Первое, это прокачка собственного персонажа через его же очки, ну, характеристики. Другими словами, то есть, вы можете как-то сделать своего персонажа каким-то личностным. То есть, он не будет похожим на всех, только из-за того, что характеристики для него будут разбросаны немножко получше. Хотя, с другой стороны, все эти характеристики вам по-любому придется качать одинаково, потому что, например, вот мы наводим на дул, да, и нам снизу зеленым шрифтом пишут. Эта характеристика очень важна для персонажа вашего класса. И если так провести, то все характеристики очень важны для персонажа этого класса. То есть, все. И, собственно, выбор у нас на чем останавливается. Вы уже сами будете выбирать. Когда вы все равно все до ста доведете. Еще присутствует древо навыков, как и в любой другой игре. Это древо делится здесь на 4 развития. Вы можете качать любую, какую захотите. Я точно не знаю, он уже очень давно играл, поэтому не могу точно сказать, ознакомлено меня до конца или нет с этим древом. Но в нем все достаточно стандартно. То есть, ничего необычного вы здесь уже не встретите. То есть, выбрали свой путь и прокачиваетесь так, как вы хотите. Дамагер, хиллер, кто угодно. То есть, здесь можно придумать все. Благо гайдов и помощников в игре очень много. Вообще, игра достаточно живая на данный момент, по причине того, что она, наверное, одна из самых успешных русских игр. Из-за того, что других у нас, кстати, можно сказать, и не было. Ну, мы не берем, конечно, World of Tanks, War Thunder и прочие игры, которые являются ММО-экшеном. Что по типу ММО-РПГ, это, конечно, у нас единственное. Например, давайте возьмем парочку квестов. Просто посмотрим на механику, чтобы вы заранее решили, проходить вам обучение, заходить в эту игру или нет. Сейчас все делается стандартно. Берете квесты, сдаете их. На карте показывается, кого вам нужно убить. Ну, вот я послал своего животного. Как видите, я даже не понял, что сейчас произошло. Мишка подбежал к нему и неожиданно... Короче, да. Допустим, что мне показалось. Пойдем дальше. Вот, подбираем вещи. Давайте опять. Может быть, опять такой фиги не будет? О-о-о. Теперь они действительно дерутся. Ну, почему-то это происходит очень долго. Ладно, я помогу своему мишке и заберу вещи. В игре, как и в любой другой, присутствует крафт и многое другое. Гильдии здесь тоже немало важны, потому что на астральном уровне у вас уже появится желание сражаться с другими игроками. Я думаю, она появится еще намного раньше, после этих ужасных мобов, но все равно. Ну, вот так вы, собственно, и делаете квесты, да, как в любой другой игре. Убиваете тонны мобов, хотя она, кстати, не корейская. Я не знаю, все ваши убийства сопровождаются еще странным поведением персонажа. Собирайте с них дропы и все, собственно, заканчивайте квесты. Что погубило эту игру прежде всего? Прежде всего, это, наверное, будет шоп. Сама по себе игра не такая плохая. У нее есть даже какой-то сюжет, есть какая-то составляющая, есть данжи. Ну, она может затянуть вас на месяц, два, три, а то и больше, в зависимости от того, насколько сильно вы полюбили эту вселенную. Однако, шоп на самом деле существует не просто так здесь. То есть он не просто вам дает какие-то ларцы, да, которые нам показаны на главной странице. Все это фигня. На самом деле, без шопа вы практически ничего здесь не сделаете. Своим способом, то есть быстро. Вам придется очень много ждать и очень много времени тратить на то, чтобы как-то обойти некоторые вещи. Например, корабль на 35 уровне создается 33 рабочих дня. То есть 33 настоящих наших дня, да. Это, чтобы вам построить корабль для путешествия по Астралу. Используя какой-то там, короче, сертификат или еще что-то подобное, да, из шопа. Вы сокращаете это время намного больше. Плюс вы еще можете поставить кучу оборудования и так далее. Как это у нас даже всегда мигает. Пополнить еще. Они так прямо ждут, пока мы это сделаем. Вот. И вы должны вложить деньги для того, чтобы это все было побыстрее. Почему? Зачем это делать? Непонятно. То есть зачем такое неравенство? Кто-то хочет быстрее, кто-то нет. Ну, не знаю. Сделайте какие-то другие, да, там, сбор каких-нибудь ресурсов для того, чтобы этот корабль собрался быстрее. Нет, все делается через шоп. Транспорт тоже в большинстве очередных. Ну, все через шоп, понимаете? В этом-то и вся проблема. Руны и многое другое. Стиль, да, ладно, стиль они хотя бы оставили. Но и то в стиле у нас тут очень много разных вещей в стиле. Что касается крафта, все тоже можно купить через шоп. Другими словами, если вы хотите чего-то добиться быстро, вам придется вложить просто немного денег. С немного, я поторопился, да. Вам придется вложить много денег. И вы сможете сделать те или иные вещи. Причем своим способом у вас это будет получаться, ну, очень долго. Это действительно так. Что в игре, пожалуй, радует? Ну, вот система прокачки, да, она достаточно интересная. Ну, и вообще, в принципе, какой-то сюжет, что ли, этой игры. Немного такой приятный, если можно так сказать. Но в целом, конечно, Mail.ru загубила игру просто до отвратизма. И в нее невозможно играть без... Ну, посмотрите, да, то есть у меня... Я бью моба, у меня прилетает промок через каждый второй удар, уклонение. Вот, то есть, что это за бред, это вообще непонятно, когда этот огромный олень в два раза больше меня дай, конечно, по нему промахивать. Бесспорно. В игре присутствует, ну, благословенность, но это все, это вы узнаете позже, я не буду уже давно не играл, точно не смогу вам рассказать. Просто действительно мне тяжело проходить здесь больше обучения. Из-за, наверное, таких погрешностей, что мой маленький медведь бьет этого оленя на расстоянии трех метров, и олень неожиданно умирает, да. То есть, это все очень подозрительно. Ну, механика такова, то есть. Кто закрывает глаза на механику, кому больше нравится... Ну, да, вот, что это такое. Кому больше нравится, не знаю, ролплеинг, а он здесь присутствует, безусловно. Тому игра придется по душе. Но, прежде всего, из-за доната она становится практически нереальной. Вот, и, собственно, про это я хотел вам немного рассказать. Каждому стоит попробовать сходить в астрал, каждому стоит попробовать создать свой корабль, потому что это, ну, идея. Впервые я такую идею вижу, да, то есть, именно у других MMORPG подобных вещей. И это, пожалуй, радует. Здесь вы сможете это попробовать и понять. Может быть, только ради этого вы и будете играть. Потому что действительно, наверное, показаться интересным. Да и к тому же большое количество классов, хоть и не сильно различающихся, конечно. Но все равно. Возможно, вам придется по душе. Ну, здесь я вам все рассказал про систему PvP, сражений и так далее. Вы узнаете позже, потому что я не могу этого сделать из-за того, что мой персонаж маленького уровня. Как видите, у меня даже факот с одной АК, потому что с двумя АК. То есть мой оригинальный ник забит, я не смог вспомнить аккаунт. Ну ладно. На этом, я думаю, стоит закончить. Больше здесь рассказывать практически не про что. Ну, поиск, глупый, поиск, стандарт. Каждый, я думаю, для себя найдет что-нибудь интересное в этой игре, в русской, против всего, игре. То есть это наше достояние, но очень печальное из-за того, что с ним у нас просто сосут деньги. Попробуйте, решите, нравится вам или нет, докончайтесь до 35 уровня, дойдите до хай-контента, и тогда вы уже увидите немного более, чем я вам тут рассказал. Но, в принципе, игра постоянно обновляется, то есть у нее добавляются разные новшества, нововведения, такие как Fatality, да, отскоро, вот, я не знаю, уже добавили или должны были добавить. Ну, я видел, где-то новость, короче, мелькала. Вот, то есть для PvP они как-то стараются улучшать здесь контент, не знаю, получится у них или нет, это уже дело времени. Хорошо, я думаю, на этом закончим. Дальше хочу сейчас рассказать минутку о том, что будет дальше. Дальше у нас будут уже только новые игры. Я не знаю, что в течение вируса, я, наверное, быстро сделаю на нем обзор. И надо уже делать обзор по Archangel и Blade & Soul. Ну, это, пожалуй, два самых таких интересных проекта на данный момент. Хочу, кстати, поздравить всех поклонников Warhammer 40 тысяч. Дело в том, что выходит ММО в 2015 году, скорее всего, она будет, говорят, она будет шикарной. Я, как новый поклонник Warhammer, могу точно сказать, что его стоит попробовать. Ну, два года, конечно, уже не совсем весело, но все равно хочу поздравить всех фанатов этой блестящей серии. Ну, на этом, думаю, можно закончить. Всем большое спасибо. Подписывайтесь на канал, смотрите наши видео. Теперь их будет намного больше и намного быстрее. Я для вас их запишу. Всем спасибо. Всем пока.